Всем привет! Новое видео на канале и сегодня поговорим о доставочке. Я расскажу, почему все-таки компания СДЭК это полный, сука, зашквар. Давайте начинать, поехали! Как многие из вас могут... Господи... Как многие из вас могут понимать, что и смотрят на канале, можно сказать, в лайфстайл режиме, какие товары ко мне приходят, я рассказываю, распаковываю, показываю, делюсь честным пользовательским мнением, рассказываю свои эмоции. И сейчас будет ровно так же. И я хочу со всей ответственностью сказать, что компания СДЭК не отвечает за свои слова. При этом не только у меня, но и в большинстве случаев у многих пользователей по всей стране. Как и что произошло? Смотрите, я недавно приобретал Pixel 4, соответственно, дистанционно. То есть продавец был, которому огромное спасибо, если ты меня смотришь, тебе привет. И еще раз спасибо. Согласился отправить товар по полной предоплате. И я попросил, потому что так как выбора особо-то по сути небольшого, есть BoxBerry тоже не очень хорошая доставка, но она привязана каким-то образом к Avito. Чтобы не платить конские деньги за доставку Avito, было выбрано единственным, можно сказать, монополистом на рынке логистики, такой, скажем так, доступной логистики для обычного российского потребителя. Это СДЭК. В большинстве случаев, почему они испортились? Потому что это франшиза, но об этом чуть позже. Так вот, был выбран СДЭК, и я посмотрел, что с Самары, с Тольятти, да. Соответственно, Самара, Самара это Тольятти, нет? Подскажите мне. В общем, с Тольятти, в мой город, я живу в Петрозаводске, был выбран тариф средний по цене, и везде во всей тарифной сетке есть такой онлайн-калькулятор, было указано сроки до 4 дней. Как потом выясняется, это уже не первый раз, что день доставки не считается. То есть, по сути, 5 дней. И как вы думаете, насколько компания СДЭК нарушила эти сроки? Ну, они настолько зашкварные, что они нарушили его ровно в 2 раза. При этом нет никакой логической или физической причины объяснить, почему они так сделали. Я не знаю, зачем они делают, пытаются убедить своих будущих пользователей в том, чтобы люди у них что-то покупали или заказывали, то есть заказывали с помощью их доставки, объясняя это тем, что у нас быстрая доставка, зачем они пишут вот эти сроки, которые они не могут соблюсти. И это, друзья, на самом деле у меня так горел пердак, можно сказать так, я говорю все как есть, просто неимоверно. Потому что, во-первых, ну, представляете, ты, человек, заказал определенный товар, без разницы, технику, еду, еще что-то, что-то по дому, и попросил, соответственно, отправить человека СДЭКом. Или сам отправляешь СДЭКом. Тот человек, который отправил, по сути, по большому счету, ничего не теряет. Он может только переживать, сочувствовать и все. А тот человек, который получатель, он же как-то прогнозирует и планирует свою жизнь, ставит определенные планы по срокам. Он может, допустим, условно говоря, ожидал товара для того, чтобы вместе с этим товаром поехать за границу или поехать в другой город. Он ему нужен был для путешествий, для похода, для приготовления, допустим, кому-то чего-то на день рождения. Да, куча причин, когда ты ждешь определенный товар к определенному времени. И когда такая большая компания, всероссийская, можно сказать, монополист логистики в такой большой стране, как Россия, пишет на своем сайте до 4 дней, даже не 4 дня, а до 4 дней. Тем самым она нарушает мои права. Ну, и доставляет за 10, да, то есть не за 4, не за 5, а за 10. Тем самым она нарушает мои права. И как я должен себя чувствовать, когда я получаю посылку? Ну, камон, в 2 раза дольше. Условно говоря, хорошо, я, допустим, закладывал на это неделю. Но недели не произошло. То есть неделя – это как бы, ну, как вам сказать, со всеми, ну, как сказать, перестраховочными сроками, правильно? А приходит, и, допустим, вот, условно говоря, 17-го она отправила, отправилась посылка, а 20-го, допустим, неделя проходит. Ну, так нет. 21-го, допустим, я уезжаю. Или 21-го состоится какое-то событие. Или 21-го у меня день, когда уже нужно то, что приедет в посылки. Так мало того, что компания СДЭК еще не несет никакой ответственности. Я-то тоже со всей ответственностью заявляю. У них есть такое правило. Я вообще поржал. А знаете, сколько они компенсируют? Они компенсируют 3% от стоимости пересылки. То есть за 530 рублей 3%. Они могут просто-напросто год катать мою посылку. И такое, друзья, было не первый раз. Есть куча примеров. Откройте YouTube, откройте, не знаю, там, и группу ВК, или еще где-то, я не знаю, не банят, не банят вот такие видео, когда люди действительно недовольны качеством оказываемой услуги. То есть я не знаю, что надо было сделать. Я написал, я позвонил. Я несколько раз звонил в службу поддержки. Они ничего не могут сделать. А знаете почему? Потому что более 50% офисов и, скорее всего, логистических центров, то есть именно сортировочных центров, работают по франшизе, работают и принимают на себя больше обязательств, чем они могут выполнить. У каждого предприятия есть своя пропускная способность. То есть, условно говоря, если сортировочный центр в Москве или в Санкт-Петербурге рассчитан на примерно 100 тысяч отправлений в сутки, а приходит из-за того, что СДЭК такие жадные, берут отправлять все от всех и от всего, они принимают 180, 200, 300 тысяч отправлений. И, естественно, физически один сортировочный центр не может просто-напросто обработать такой поток отправлений. Поэтому и происходят потери, задержки и так далее. У меня есть товарищ Саша Мордынский, тебе привет, если ты смотришь, который не раз проклинал этот СДЭК, потому что этот СДЭК я сначала, ну, типа, окей, СДЭК, окей, хорошо, как бы, ну, это единственная такая доступная логистика, которая, бац, сделал, пришел, отправил. Но нет, ему ушли там по месяцу, несколько недель, да сколько угодно таких примеров. Есть знакомые, которые тоже отправляли там СДЭКом что-то куда-то. У всех, вот, у любого спроси, все знают СДЭК и все знают, какой он зашкварный. Я понимаю, когда ты, условно говоря, сидишь и не ждешь посылку, допустим, к определенной дате. То есть тебя отправили, в принципе, она трекается, и все хорошо. Но, друзья, это неправильно. То есть, по сути, когда вы приходите в магазин покупать, допустим, какой-то продукт. Ну, к примеру, хлеб. Вот мы пользуемся хлебом и кушаем хлеб, большинство из нас, каждый день. Ты приходишь в магазин и говоришь, дайте мне, пожалуйста, буханку хлеба. Тебе говорят там, 53 рубля. Ты говоришь, окей, пожалуйста, отдаешь 53 рубля, и тебе говорят, ну, вот сейчас как бы хлеб печется, он будет, ну, вот к вечеру. Зайдите, возьмите, и как раз вам на ужин будет буханка горячего вкусного хлеба. Но ты приходишь вечером, и никакого хлеба нет. Ты начнешь возмущаться. То же самое происходит с отправлениями. То есть, несмотря на то, что это не суперважно, не суперсрочно, не суперответственно, все равно получается, что мы пользуемся услугами компании, которая нас обманывает практически ежедневно. Интернет-магазины завязаны на СДЭК, международные отправления завязаны на СДЭК. А СДЭК что? А СДЭК просто берет и плюет на своего пользователя. Просто. Вот так вот берет, и плюет. Почему? Потому что они не получают никакого наказания, никакой ответственности, никакого принципиального игнорирования, не потерю клиентов. Потому что, не знаю, у тебя деваться некуда. Ты все равно обратишься в СДЭК. Как бы они херово не работали, все равно к ним придут люди, которые, ну, либо еще не столкнулись, либо это делают от безвыходности. И такое постоянно. СДЭК просто очень отвратительное и не отвечающее за свои действия, не оказывающее услуги действительно должным образом. За те деньги, которые им платятся. Если такое, допустим, ну, я не знаю, это как ДПД в Европе, да? То есть, если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал, что ДПД в Европе могли оказать услугу с нарушением сроков в два раза, это было бы, наверное, какое-то крупное разбирательство. У меня бомбило до сих пор. Я уже посылку получил больше 10 дней назад. И, как бы, на самом деле, вот все равно очень большой осадок. Я, естественно, написал заявление в пункте СДЭК. Ну, понимаете, когда я получал посылку. Я спрашиваю, вы франшиза? Они такие, да. То есть, они такие, ну, типа, ну, чувак, нам пофиг, как бы. Хочешь, пиши. Нам вообще пофиг. То есть, как бы, ну, ты все равно будешь пользоваться нашими услугами. СДЭК, вот, серьезно, СДЭК это конченная организация в плане своей ответственности. Они оказывают услуги, которые они не могут оказать. Нарушение сроков, отвратительное обращение, игнорирование любых просьб и жалоб. В общем, конченый, понимаете? Вот есть слог. Вот, чтобы без оскорблений всего, есть просто конченый. Вот компания СДЭК это конченная логистическая компания в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Просмотр лайкосик. Если у кого так же, ваши истории в комментариях под этим видео. Если понравилось и досмотрели до этого момента, пиши Дональд Дак. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Снято на Pixel 4. Пока-пока.